Йо, what's up, бро? Артём, птик! Артём! Моя крыска с голосом, я бушенковый. Hello everyone and welcome back to my channel. Здравствуйте, господа, с вами Маша. Я думаю, что слов не надо, всё и так понятно. Видео about my крысы. Вы готовы, дети? Да, капитан! Если честно, то все мои друзья были против этого, потому что... Кто за хомяка? Все за! Они руководствуются тем, чтобы у меня завяли цветы. Да, может быть, это хороший аргумент против того, чтобы у меня умер хомяк. Я хочу хомяка. Скажите, нужен ли хомяк? Вот опрос. Нет. 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 Нужен хомяк, мне кажется. Вы не правы все. Может быть, поэтому хомяка я и не завела. Он живёт 2 года, и через 2 года я всё равно расстроюсь от того, что он умер. Даже если он умрёт своей смертью, даже если на него лицо не сядет. Точно, крысу надо заводить. У меня будет живая! Поэтому я завела крысу. Знакомьтесь, это Артём. Артём не хочет идти к вам, потому что ему страшно. Если честно, то Артём девочка. И мы уже вместе месяц, мы любим друг друга. Изначально я вообще не собралась покупать крыс. И я уже забила на эту идею, потому что все меня загнобили. Сказали, что у меня не выживут крысы. Мне вконтакте написала моя тётя, типа, смотри, крысы. Я такая, хм, хоть кто-то в меня верит. Очень много людей уходит, очень страшно. Меня убьёт моя семья и мои друзья, потому что они были против. И вообще, мне никто не верил, но я иду покупать крысу, потому что я могу. Вау, обалдеть. В любом случае, если я заболею, я умру, не в одиночестве, у меня будет друг. Не плохой вариант? Ой, дорогой, Данила. Краткий экскурс по зоомагазину. Это вообще ничего, дело, которые мне нужны, наверное, идут, да? Мне в зоомаркете сказали, что моей крысе повезло. То есть, Артёмчик, я надеюсь, тебе понравится. Просто лифт, просто. Как дела? Асай поедет за крысой. Снег идёт. Это крысёнок, который, посмотрите, на такую малышку. Смотрите, это сейчас. Ну всё. Крыс я купила за 100 рублей штука. Это было очень выгодное капиталовложение 100 рублей. Оборудование для крыса стоило дорого, на удивление. Хотя это логично. Я купила ингредиент за 12 тысяч в магазин. Но потом я зашла в интернет-магазин и поняла, что такую клетку можно было купить за 5. Неважно. Зато продавщицы сказали мне в магазине, что мои крысы крысовцы, и вообще им повезло с хозяйкой. Хоть продавщицы в меня верят. Мне в зоомаркете сказали, что вот это нормально для крыс. Ты дурная, нет? Чё ты здесь потеряла? Я за подругу уже забрала всё. Ну вот не терпится уже человеку вылезти и залезть в новую клетку. Там побег случился, увидите это. Куда вот вы? Раньше времени лезете. Всему своё время, вы не это. Ну всё, их можно запускать. Давай, это первый выход. Очень важный и знаменательный. Нет, не из клетки, в клетку, стой, подожди. Что ты будешь делать? Всё чётко, тебе вниз. Да вниз тебе. А спуском надо поработать. Пускайся, малая. Липайся. Моя рука интереснее, чем эта клетка, но не надо тут ля-ля. Ох, что суровый мир глазами крысы. Блин, да. Какой-то там суперточильный камень. Блин. Так, нет, вам не надо хотеть убежать отсюда. Это ваш новый дом. Эм. Что? Как? Этого никто не ожидал определённо? Зади, пожалуйста, внутрь, я тебя прошу. Слишком умная, что ли? Пошла в жопу. Сиди вот теперь здесь. Это наказание. Просто как нефиг делать. А если бы я её там оставила, она бы вышла. Я не понимаю. Ты слишком много соображаешь, мне кажется. Вон, веди себя как вот эта, посмотри. Она просто не хочет больше жить. Сразу предотвращу ваши вопросы. Артём и Марина, девочки. Не только Марина, но Артём тоже девочка. Почему зовут Артём? Я не знаю, почему не назвать бы Артёмом крыс. Вы посмотрите, Артём. Артём. Несмотря на то, что всё, моё окружение против. Домашний живот у меня дома, потому что они хотят, чтобы мои домашние животные жили. Я всё равно звала крыс. Я никому об этом не сказала. Я сейчас ела бургер, и вот Илья пришёл. Вообще не вовремя. Не-е-е-е-е. Зачем? Всё-таки купила меня крыс. Понятно. Сейчас Таня пришла ко мне в гости. Вы поняли, да? Я вообще не при... И знаешь что? Я купила две. Она таким вот мне девочкой красавица. Таня, что скажет? Слышки, холли, ну же, ну прикол, да? Ну крысы есть, теперь дома. Если честно, я думала, что мама скажет мне... Возвращай. Потому что когда я ей написала, что я хочу хомяка, она меня поддержала. И сказала, давай, дочь, вперёд, бери хомяка. Мама считает меня ответственной и верит в меня. Зачем дели себе? Я взяла двух. Да это вообще жесть. Слышка такой зубный. Это Артёмчик. Артёмчик? Да, это девочка. Это какой-нибудь. Когда я их показала маме, мама сказала, типа... Это мыши, это не крысы. Маша, тебя обманули. Они вырастут через месяц, они будут большими. И я очень жду этого дня. Придётся расширяться, конечно, придётся купить ещё одну клетку, потому что их две. И эта клетка недостаточно огромная для двоих крыс. Одной крыси было бы там очень круто. Крыша моя, крыша. Ты чё привела? Марин, выходи. Молодец. Живут они в этой прекрасной клетке. Марин, давай. Марин, Марин, не уходи. Марина, за паника в селе. Ты что, усеешь? Чё она мокрая? По непонятной причине Артём и Марина очень любят камеру. Каждый раз, когда я к ним подношу камеру, они такие, типа... Фак. Ой, ой. Отойдите от камеры. Вот так они тебя бьют примерно. Я не знаю, почему это происходит, но это отлично, потому что хозяйка же блогер. Я пытаюсь их дрессировать. Мы уже выучили команду, стой на задние лапы. Я просто делаю вот так. Они думают, что там еда их тут на задние лапы. Я, короче, научила их одному трюку, смотрите. Оп. Марин, давай. Оп. Я дрессировщик. Куклачок, зовите. Надо дрессируй твою крысу, если надо, дома, без. Не важно. Я постоянно покупаю всякие фишки, типа... Я купила им какие-то тарталетки. Хочу посмотрим, как картинка на это отреагирует. Товарищка. Но мы умнее. Вон, он зашёл сзади. Начинается месиво. Уменьши вот эту тарталетку. А ты мне хочется брать, и мы отрежем пишем. Вон, не находит. Кто знал, что существуют вообще тарталетки для крыс? Никто. Почему именно крысы? Почему не кто-то другой? Почему не кот? Почему не собака? Плюс я живу на съёмной квартире, и если я заведу здесь кошку, меня выселят нафиг, и ещё у меня аллергия на шерсть кошачью. Я не знаю, почему и как я жила с Лизой, но это так. Сейчас докоснулись до Лизы лицом, и у меня пошла аллергия. Последний раз, когда у меня была аллергия на кошек. Я спросила маму, могу ли я выпить зодок от аллергии, и мама мне сказала, что у меня аллергия на зодок. Спасибо, Господь. Смотрите, как у меня сильно воспалилось лицо, потому что я ему дотронулась до кота, и очень сильно глаз воспалился. Обожаю аллергию. Что я знала? То, что крыс можно дрессировать. Мы медленно, наверное, подвигаемся к цели. Я пытаюсь научить их, когда я ставлю вот так руку, чтобы они понишли. Вау, обалдеть, уходи. Да нет, Артём, уходи, пожалуйста. Нормально всё, не бойся, несутрусы, давай. И-и-и-и. Нет, нет, не получилось. Артём, уди. Вот, вот, видите, вот, вот. А мы учили, мы готовились к этому. Красавчик. На них очень круто, вы смотрите, они постоянно что-то делают. Они постоянно дерутся, непонятно почему вообще. У Артёмчика есть прикол. Если я даю ему еду, он постоянно несёт её в доме. Если я ставлю еду в кормушку, в определённую, она берёт еду оттуда и несёт её в засранный угол. Я не знаю, почему она это делает. Я иногда попыталась убрать просто эту кормушку. Она офигела. Она не ожидала такого поворот событий, куда делась кормушка. Нет, ничего, вы посмотрите, пропала. Пропала еда. Где же... Где еда? Еда-то пропала. Хрюкаешь? Хрюкаешь? Вкусно тебе? А-а-а, как бы интересно, ну и слышь немножко. Ой, какой у тебя рот. Кормлю их не только сухим кормом. Я кормлю их ещё овощами, типа морковь, огурец. Если вы знаете, чем кормить крысом, что-то какие-то полезные советы по поводу крыс, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я человек непросвещённый, и я учусь на своих ошибках, и не хочу, чтобы одно из моих ошибок стало с... Я не буду говорить это слово, потому что не хочу в это верить. Первое время крыса Марина была очень социализирована. Потом что-то случилось, и Марина решила то, что она не хочет выходить к людям, и ей вообще страшно, она будет уходить. Она вот вообще засыха ещё там. Сейчас всё хорошо, мы постепенно социализируем Марину, и вроде бы Марина нормально жива. Куда ты? Зачем? Господь бог, вот это ты, конечно, это каскадёр. Она вообще на самом деле пассивная, что ты делаешь? Рами начали есть меня активно, оба причём. Её можно спокойно взять на руки. Вот она Марина, всё с ней хорошо. Марина совершенно чувствует себя отлично, она не пытается сбежать, но ещё только немножко. Она покрупнее, и сначала я думала, что это мальчик, потому что у неё на жопе было какое-то странное образование, но потом я всё-таки поняла, что это запор. Если честно, раньше бы я даже не подумала, что у меня когда-нибудь будут домашние животные, потому что в последнее время, может быть год, я была очень сильно против домашних животных, в том плане то, что я мыслила так. А что, если они умрут? А что, если мне надо будет уехать? Куда их девать? Финальной точкой моего хотения крыши стали тиктоки с крысами. Я на них смотрела и думала, что мне мешает купить крысу. Ничего, поэтому я купила. Легко же решается. Я думаю, что они меня не шугаются и спокойно идут на руки, это уже показатель того, что я не такой уж и плохой хозяин, как все думали. Они меня любят, видите? Я не сбиваю никого. Даже Марина меня любит, хотя она асоциальная. Ну что ты делаешь? Артём боится пола почему-то. Если его нагнуть над полом, он не пойдет на пол. Очень страшно становится. Смотрите, вылезет, вылезет жопа. Опа, привет. Так что, если вам кто-то говорит, что что-то вообще не надо делать, возможно, так оно и есть, но подумайте, может быть, все-таки стоит. Ну, на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится, ставьте лайки, а если мне нравится, то всему миру не угодишь. Ну, на этом все. Я люблю вас. Пока. Моя маленькая артёмочная жопка. Небезопасно подружание. Что она творит? Ой, ой. Ой, главное не упади. Я тебя прошу, мне страшно. Все, все, уезжаю. Пока это галантная, я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok